Приветствую вас. Для начала мне бы хотелось, чтобы вы сами для себя подумали, почему вы не уверены в том, стоит ли рассказывать или нет. То есть почему у вас нет четкой позиции по отношению к данному вопросу. Ведь, например, если вы расскажете, ну, допустим, если вы расскажете мужчине, если вы расскажете другу о этом происшествии, то это будет продолжением вашей позиции. И это будет хорошим продолжением того, каким человеком вы являетесь. Ну, в целом, это будет хорошим подтверждением ваших ценностей, ваших взглядов и так далее. А если вы этого не сделаете, то если вы не хотите этого делать, то по большому счету эффект точный, то есть эффект одинаковый. Это тоже ваша позиция. И она тоже, эта позиция имеет право на существование. Так или иначе. Поэтому вот первое, с чего нужно начать, это вот с этого, что заставляет вас быть в неуверенности в себе, в своей позиции. Потому что, если вы расскажете другу, то с женой вы больше не пересечетесь. А кто знает, может быть, вы ее хотите. И подсознательно, подсознательно, вы хотели бы с ней переспать, например. Нет. Ну, вы же, вы же возбудились. Значит, значит, вы ее хотите. Вот вы сказали нет, ну, вы нет, но вы ее и не отолкнули, когда она полезла, например, к вам. То есть, тут нужно разобраться со своими желаниями, в первую очередь, это очень важно. Дальше. Значит, ну, там могут быть еще другие причины, по которым вы не рассказываете. Ну, вот. Теперь давайте подумаем с вами как-то, ну, по факту. Да? Да. Значит, если вы расскажете другу, то его семье, скорее всего, придет конец. Да, он вас поблагодарит. Да, он скажет, что вы хороший друг и так далее. Но его семье придет конец. При том условии, что поведение, поступок жены может быть продиктован, ну, самыми разными вещами, например, проблемами. Именно вот между ними на данный момент. И прочее, прочее, прочее. И вы не знаете, что произошло между ними. Вы не знаете, может быть, у них сейчас какой-то трудный период и жена, например, там, не знаю, на взводе, например, у вашего друга. Ну, и так далее. Вы этого знать не можете. А потому делать, как бы, подобный расклад, да, то есть, ну, как-то вот говорить своему другу об этом, не зная контекста, оно, на мой взгляд, в высшей степени не осмотрится. Другое дело, что у жены есть проблема. Она приставала к вам, и у нее явно есть потребность в внимании мужском. И вот это уже довольно серьезно. Почему у нее есть эта потребность, и почему она не удовлетворяет ее с другом. Ну, со своим мужем, да. Вот. То есть, здесь необходимо вот это понять. И, соответственно, исходя из этого, вы могли бы со своим другом обсудить проблемы, возможные проблемы между ним и его женой. То есть, просто вот поговорить так вот, как у тебя там, нормально все, или там, поделиться своими проблемами с женой. А они у вас, думаю, со мной тоже ими имеются. Вот. Ну, хотя бы потому, что вы поехали на природу, да, и вообще, ну, очевидно, будучи, неудовлетворенным. Я, конечно, не знаю, но, как мне это видится, что, конечно, тут, может быть, и динамент, вот, сыграл свою роль. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, на мой взгляд, на мой взгляд, на мой взгляд, тут нужно разбираться и с кем еще, почему вы возбудились от того. То есть, поговорите с другом, раскройте его проблемы, если есть. Обратите на них внимание другом, на проблемы, которые есть у него, ну, или могут быть с его женой. И, вот, собственно, пусть он с ними разбирается сам, это, в общем, его право. И если он скроет там что-то серьезное, и если они, например, расстанутся или разведутся, или что-то еще, вот, то вот тогда вы уже можете рассказать другу об этом. Вот. Как сказать, а вот, ты знаешь, вот, мы там ездили на природу, и она ко мне прислывалась. Вот. Вот. Это будет довольно справедливо. То есть, вы не будете, не будете настраивать человека, да, против своей жены. Конопрасно. Вот. Может быть, она это сделала сама, сейчас уже жалеет, и не знает вообще, что на нее нашло. И всему виной, как бы, проблемы с другом, да. Ну, проблемы с ее мужем. Вот. И у любой семьи бывает кризис, и из этих кризисов люди пытаются выбраться самыми разными способами, вот, как они умеют, как у них получается, и напряжение снимают, в принципе, точно теми способами, которые, ну, которые им доступны. Вот. Поэтому по одному поступку не стоит судить о человеке, и даже по нескольким поступкам тоже не стоит. Может, тем более женщины. Вот. А что важнее, это ваша реакция и то, что вы возбудили. Вот это вот важнее. Вот как бы, почему так произошло, вот это важно. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, конечно. Вот. Вот эти моменты, на них стоит обратить внимание. И исходя из того, что вы о них подумаете, исходя из того, какое решение вы примете относительно них, уже можно будет говорить о формировании вашей позиции. Ну, какой-то, да, вот более такой четкой. Вот. Сейчас у вас позиции нет такой четкой, вот. А после, соответственно, я надеюсь, позиция будет. Вот. И тогда вообще можно будет с этим что-то делать вам. Вот. Вот. Но решение рассказывать или не рассказывать в контакте, в контакте, все равно принимать вам. То есть, если вы ориентированы именно на бросьбу, то рассказывать, конечно, нужно. А если вы ориентированы все-таки на семью друга и хотите, чтобы у него все было хорошо, то есть такая, наверное, немного более взрослая позиция. Вот. То, что в этом случае рекомендуется сделать так, как я сказал. Но выбор, выбор в любом случае выбор принимать вам. Выбор, делать выбор вам в любом случае. Да. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...